Проспект Карла Маркса между Алматинской и Ракитовским шоссе. Чуть свернув с обочины, можно обнаружить обширную площадь, заваленную строительным мусором. Данный участок находится вдоль магистральной дороги. Проспект Карла Маркса. Он идет на пути, так скажем, движения транспорта как раз к санкционированной свалке бытовых отходов. Чтобы экономить время и деньги, выгрузку они осуществляют непосредственно здесь. Здесь достаточно укромное место. Граждане недобросовестно этим пользуются. Неподалеку находятся дачи. Их соседство с горами мусора на агросвершение не вдохновляет. Дачники обратились в общественный совет микрорайона «Спортивный». Сюда поступают все заявки от жителей, и общественники оперативно находят пути решения проблем. Вместе с жителями представители общественного совета разбирались в ситуации. Несколько раз силами районной администрации территорию расчищали. Но недобросовестные водители упорно замусоривали ее вновь. Чтобы обезопасить укромное место, большегрузом перекрыли дорогу. Ну, в общем-то, это не, как сказать, не окончательный вариант решения проблем. Потому что те же блоки, допустим, приезжая на каком-то тяжеловесном транспорте, элементарно можно либо сдвинуть, либо, допустим, убрать. То есть все равно какой-то контроль должен еще осуществляться, помимо заградительных мер. Штрафные санкции обязательно. Если не будет штрафных санкций, то, естественно, будет возникать вседозволенность. Размер штрафа за сброс мусора в неположенных местах для граждан составляет до 2000 рублей. Для юридических лиц – до 250 тысяч рублей. Могут и вовсе приостановить деятельность на три месяца. Чтобы поймать нарушителей в местах несанкционированных свалок в Самаре, устанавливают видеокамеры. Дежурят сотрудники района и администрации вместе с полицией. Инициативные граждане уверены, что вместе они смогут решить эту и другие проблемы территории. Именно для этого в рамках реформы местного самоуправления, проводимой в Самаре, созданы общественные советы. Следующим шагом станет формирование районных советов депутатов, выборы в которые пройдут 13 сентября. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Продолжение следует...